Здравствуйте, есть медицинские маски? Можно мне одну, пожалуйста? Сегодня найти медицинские маски можно далеко не в каждой аптеке. Если вам все-таки повезло, то цены на них выше, чем несколько месяцев назад. Но выход есть. В мастерской у дизайнера Анны Зеленовой вместо модных аксессуаров теперь шьют маски. За основу взяли спонбонд. Из-за этого же материала изготавливают спецодежду для врачей. Основная часть масок уходит в штаб волонтеров. Это люди, которые передвигаются по городу, которые завозят продукты, медикаменты. Мало того, мы различным организациям, вот сколько можем, завозим. Там соцработникам. Вот сегодня у нас очень просит почта. Ольга Кучер нашла в интернете выкройки, купила ткань и села за швейную машинку. Когда закончила маски для своей семьи, решила помочь и другим. Маска многоразовая. Ее также меняют, как и обычные другие маски каждые два часа. Ее не надо выкидывать. Просто ее простирывайте, проглаживайте. Ее можно использовать заново. Сто процентной защиты не гарантирует ни одна маска. Они только снижают риск заражения, не пропуская вирусы и пыль. Цветные с принтом, со стразами, необычные маски стали трендом этой весны. Сначала известные дизайнеры, а затем и простые мастера превратили средства защиты в предмет высокой моды. Ну вот будете смеяться, вот если человек там не имеет машинки, ничего, это надо ножницы. Нужен материал, из которого это делается. Нужна иголка, нужны нитки. Это все. Первую маску из телячьей кожи Павел и Ася создали ради шутки. Теперь только и успевают принимать заказы от друзей и коллег. Это вкладыш из медицинского нетканного материала. Он довольно плотный, но дышать из него можно. Каждые несколько часов достать, сменить новый, поставить. И саму масочку обтереть салфеткой, обшикать антисептиком. Вата и марля, ткань, бумажные полотенца, а иногда и туалетная бумага. Сделать маску можно из всего, что найдется дома. В интернете сотни обучающих роликов. Самый простой вариант – складываем основу гармошкой и степлером с двух сторон прикрепляем резиночки. Ну вот, пять минут и готово. Помните, что надевать маску нужно аккуратно за дужки и не трогая руками лицо. Долго она вам, конечно, не прослужит, но для того, чтобы спуститься в магазин, вполне достаточно. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.